Девушки отдыхают Девушки отдыхают По поводу не подшиваются Сразу вспомнились слова Высоцкого Помните? Там прямо бессоли едят Там штемпель ставят наугад Кладут в конверт и посылают Замажают Когда не подшиваются А Вы, по-моему, были на стриме На стриме у крымчанина Полчаса назад Или не Вы-то были? Наверное, не я Я не был у какого крымчанина Ну, я понял Вас Ну, ладно, у Вас есть какие-нибудь вопросы? Ну, да Мне интересно, что Вы хотите, чтобы была Харьковская народная республика? Нет, это Я просто хочу, чтобы была Государство слабожанщина Харьковская народная республика Так просто ее распиарили Она просуществовала там две недели Это все Советские названия Я предпочитаю исторические Государство слабожанщина И что туда входит? Ну, исторически в слабожанщину Входит полностью Харьковская Сумская область И частично Луганская, Белгородская, Воронежская Современные Исторически Ну, а в принципе Если это Значит Смотря как закончится вот текущая война Возможно вообще Создание государства Ну, при оптимистическом варианте В пределах Того, что контролировалась Русская государственная администрация Армии Юга России Дзеникина Это от Новороссийска до Орла С центром в Харькове В 19-м году, если Вы слышали Такое было В том числе Я просто знаю, что Харьков был столицей Украины Да, был Вот как раз, когда Дзеникин, к сожалению, потерпел поражение Большевики сделали Харьков столицей Украины В декабре 19-го года Я понял И как сейчас в Харькове живется? Ну, как? Сейчас-то не очень живется А так вообще Харьков, конечно, заслуживает большего Чем находиться в такой Нехорошей стране, как Украина Но, к сожалению, большевики Вот поступили вот так Нехорошо С таким хорошим городом, как Харьков Ну, а вот у меня вопрос А как Вот эти Вы хотели жить бы, да? В слободянщине в этой, да? Да, в слободянщине В этой Ну, неважно Государство может по-другому называться Не, ну, я понимаю Это, как Вы сказали, там 4, да, области? Или 5? Ну, 5 Полностью или частично 5 областей Историческая слободянщина Это полностью или частично 5 областей, да Ну, и как Вы думали Вытянула бы она Полностью Ну, себя? В изоляции нет А зачем быть в изоляции? Одна Харьковская Одна Харьковская область Вот одна из пяти Харьковская область Больше, наверное, с десяткой Европейских государств Как по населению Я не по территории Я вообще по экономическому И по экономическому Одна Харьковская область В разы выше Словении Боснии Чему еще Черногории Ну, еще можно назвать До десяти Европейских государств Что по экономике Одна Харьковская область Больше их В разы Можно тогда вопрос вам? Можно А что ж мы в Советском Союзе Так херово жили Если у нас столько было Хороших областей, да Мы жили как быдлы, да Потому что Советский Союз Он, так сказать Вытягивал соки из народа Платил мизер Были, конечно, социальные Определенные, так сказать Пакеты Но Народ-то зарабатывал мизер Сейчас-то намного лучше зарабатывает Ну, не сейчас Год назад, скажем так Или десять лет назад А год назад нормально Вы зарабатывали, да? Да, нормально А вы работаете еще? Ну, сейчас нет А вообще У меня хватает денег, чтобы не работать Вы на пенсии? Ну, на пенсии, да А вы? Сколько у вас пенсии, если не секрет? Тысяча семьсот девять долларов Канадских У меня еще У меня есть еще канадский паспорт А, ну, тогда, да Тогда я понял Канадский доллар Курс 0.72 сейчас Это тысяча четыреста А если бы украинская пенсия Сколько? Вы где-то в Канаде Всю жизнь были, или что? Ну, почему всю жизнь? Не, ну, заработали пенсию в Канаде Нет, это социальная пенсия канадская Если заработанная в Канаде Она по три тысячи долларов А у меня минималка 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 канадская Я не заработал в Канаде Ну, прожили какое-то время в Канаде, да? Ну, конечно, да Иначе бы, иначе бы права на пенсию бы не имел Угу, я понял А сейчас живете точно в Харькове или в Канаде? На два дома Не, ну, это непонятно Как на два дома Ну, то там, то там Вы имеете Вы имеете дачу, да, допустим Некоторые живут на даче По полгода суммарно Он на два дома живет Дача, дом Не, не, подождите Причем тут дача? Если война в Харькове Какого хрена я приехал бы из Канады? Ну, я ж не говорю, что я вот именно сейчас в Харькове Война это Ну? Война это аберрация человеческая Человеческая отношения Ну, какая бы была аберрация Но у человека есть чувство самосохранения Понятно, что пока война Я уехал из Харькова, естественно Ну, давайте так и давайте об этом и говорить Ну, какая райса, где я нахожусь? Мы же в интернете Если бы вы договаривались с вами Как о личной встрече Там что-нибудь купить, продать, да? Коллекционеры Это было бы важно Это было бы важно Нет, разница в том, что вы говорите Что в Харькове вы очень хорошо там живете И получаете пенсию достойную Вы же ее получаете не в Харькове, а в Канаде Да я и не говорю, что я в Харькове получаю пенсию достойную Ну, вот я же говорю Не, вы говорите А мне хватает Я говорю Вы на пенсии? Вы говорите Да, я на пенсии Ну, вот это я сказал Я же не говорил, что я от Украины получаю Украина это вообще гнойная Украина это вообще гнойная отрыжка коммунистического режима Вот так я вам скажу Мое мнение Я, допустим, 15 лет на пенсии Но мне недостаточно пенсии даже это слово даже очень смешно украинская пенсия одна из самых маленьких в европе даже если наверняка самая маленькая в молдове это больше в молдавии я в курсе что украинской пенсия достойная это подачка они пенсии один раз в ресторан сходить на западе а почему почему все потому что украина также по-свински относится даже хуже к своим гражданам чем при чем и ссср относится хотя хотя вот у меня вопрос такой же опять же панда я понимаю канада тоже очень большое государство по территории ну чем она допустим лучшие и допустим в тех же как вам сказать и экономических и в тех же других этих самых отраслях лучше украины объясните мне или мы такие долбоебуты ну чем лучше во-первых цивилизованное а мы что из лесу вышли или шо ну то такое печенье что ваша вашу руководители вы вышли из лесу вы народ народ ур уровень образования народа я сам вузе преподавал в харькове это самый в одном из вузов я вам говорю вы спросили я вам отвечаю образовательный уровень народа довольно высокий а уровне руководители очень низкий потому что они назначаются олигархами олигархам не выгодно назначить грамотного руководителя и нужно назначить послушного руководителя такие как зелья или порох ну как упора правда сам был олигархом тут непонятно назначили то ли просто с пришли к консенсусу но неважно больше вы знаете как будто я какой-то патриот украины и чтобы я вам отвечала я не в том что дело подряд я так понимаю что вы какое-то время прожили в харькове вы когда уехали в канаду пятом году вот тем более пятом году до пятого года вы спрожили в харькове в принципе должны понимать почему такая богатейшая страна так как украина живет как бытло блин и хочет в европу ну что там делать их что там делать в европе работать на хозяев или шо как вы как вы делали в канаде до свалили так получается откуда вы знаете она хозяина работала ваш у меня свой бизнес было тоже вы не знаете но не обо мне украина для меня тоже чужая страна вот когда будет своя страна ослабожать а почему украина чужая страна вы же родились где я родился в ссср что вы видны же шоу старше 91 года рождения как и вы кстати правильно ну вот о чем речь какая разница но в ссср или в украине но вы родились здесь же на этой земле но не в украине я родился я родился в ссср но это как бы большевики разделили так они могли отдать харьков грузии шоке грузин из этого был стали большевики специально неадекватно проводили границы между союзными республиками а вот это интересный момент это они действовали со своих позиций логично я отвечу на ваши вопросы вряд ли вы на моей теме будете общаться задавайте давайте попробуем но я общаюсь на научной теме например об ингибировании в гомогенах в гетерогенах средах секундочку и немножко вам звук добавлю потому что вы далеко сидите от микрофона и вас не так хорошо было слышно но хорошо но тем не менее микрофон сам по себе у вас хороший нормальный давайте повторим нашу тему добрый вечер добрый вечер я вам повторяю что я общаюсь вот вы прибавили и поле появился эхо а раньше эхо не было лучше убавлю да я общаюсь на научные темы по кинетике термодинамики есть интерес общаться на эти темы давайте попробуем почему нет но вы кто по образованию если не секрет значит вряд ли сможете беседовать на означенные темы а кто вы по образованию вот я физ химик образование могу второе образование мне юриспруденция это может тут вы сможете что-нибудь побеседовать по юриспруденции можно побеседовать по уголовному праву гражданскому праву давайте попробуем а вы по юриспруденции государственного права или международного уголовный процесс у меня специальность уголовный процесс тоже неплохо вы откуда приехали в германию если не секрет почему взяли что я приехал в германии ну вы германии сейчас находится северный рейн северный рейн вестфалия не а где а где у нас себя гуанда гуанда а показывает германию да ну ну хорошо хорошо ваше право выбрать свой джо локейшн хорошо давайте пообщаемся что что вас интересует по юриспруденции задайте вопрос я вам отвечу или обозначить какую тему давайте попробуем как вы смотрите на основании уголовного права а кстати я так понял что так как вы говорите на русском языке вы с россией я правильно понимаю абсолютно неправильно на русском языке говорят и во многих странах мира не только в россии Не, я задал вопрос, вы можете поправить меня. Я вас поправляю, вы неправильно понимаете. Вы неправильно. Я русский по национальности, но на русском языке... Я могу с вами на английском говорить, если вы владеете. Не, не, я имел в виду, с какой стороны вы будете? Я буду из Канады. Я буду из Канады. О, а вы с какой, французской стороны или английской? С английской. Западной или восточной? С английской. Ну, тоже неплохо, в принципе. Как вы смотрите, юриспруденция в Канаде, вот именно в вашем регионе, как относится к 51 статье презумпция невиновности? Нормально, как все относятся. Презумпция невиновности... Не, не все. Презумпция невиновности – это основополагающий принцип уголовного права. В уголовном праве есть презумпция невиновности. Есть в отрасли права, в котором, наоборот, есть презумпция виновности. В судебной процедуре присутствует такое, что в Канаде, например, могут посадить по косвенным доказательствам и не обосновываясь на презумпции невиновности. Вот как-то так. Ну, я не думаю... По совокупности косвенных улик могут в любой стране посадить, если судья примет... Не, не, не. Давайте за Канаду. Вот вы находитесь в Канаде, и любую страну мы брать во внимание не будем. Откуда вы взяли, что в Канаде... Я понял. Откуда вы взяли, что в Канаде могут посадить по косвенным уликам? А у меня есть очень много знакомых, которые сидели, срок отсиживали по доказательству косвенных доказательств... Вернее, в судебной юриспруденции по косвенным доказательствам без презумпции невиновности, без основания фактов, когда люди просто-напросто людей садили в тюрьму? Ну, если такое было, это судебная ошибка. А вообще я таких случаев не помню. Не криминальные решения могут... Судебные решения не помните. Это не говорит ни о чем. А то, что факты есть... Ну, я допускаю, да я же допускаю. Значит, это судебная ошибка. А как много таких судебных ошибок в таком государстве Канада, колонии британской, ну и даже я вам скажу более того, и в колонии Австралии, тоже британских, кстати. Ну, я такой статистикой не обладаю. А вы, кстати, откуда изначально, какой ваш оригинал сити, где вы жили ранее? Ну, вообще-то я с Донецка. Понятно. Ну, я вам еще раз повторю, я такой статистикой не располагаю. Ну, я понял вас. Ну, просто вот вы изначально начали там гулять по областям наук, ну и я остановился на такой юриспруденции. Ну, это не наука, это статистика. Вы обладаете определенным банком, так сказать, информации, которую не обладаю я. Да, это факты. Ну, вы мне доложили, я не знаю, факт или нет, вы мне доложили эту информацию, которой вы владеете. А вы можете ее проверить в гугле. Чтобы факты, нужно, так сказать, изучать конкретные дела. А вы можете ее проверить в гугле. Ну, если понадобится, я проверю. Ну, согласен. Если вас оно заинтересует. А вы вообще, смотрю так хорошо, владеете русским языком. С какой страны приехали в Канаду? Я не люблю говорить название страны, я приехал из Харькова, а русским я владею, потому что я русский по национальности. Русским я владею хорошо, потому что я русский по национальности. Ну, в землях мои, если с Харькова, допустим, Харькова-Донецка, это буквально 298 километров. Ну, это далековато. До Белграда 80 километров, например. В смысле 80? Откуда? От Харькова до Белграда 80 километров. Нет, от Харькова до Белграда 60 километров. 30 километров до Казачья Лопани и еще 30 километров до Харькова. Ну, если брать северные ворота Харькова и южную границу Белграда, да, где-то будет 58 километров. А от Почтамта до Почтамта, как считается, вот, меряется, это 80 километров. Именно по российским меркам считалось от Почтамта до Почтамта. Ну, по европейским меркам. По европейским меркам. Ну, ладно, неважно, неважно. Соседи, я согласен. И, как говорится, братья по несчастью. Ибо... Почему несчастье? Потому что... Вы не поверите. Наоборот, согласно исторического периода времени, это счастье, когда это была Российская империя. Ну, правильно, тогда было нормально. А вот братья по несчастью, что два большевистских лидера, Ленин и Троцкий, одновременно засунули Донбасс и Харьков в УНР, в Украину, 3 марта 1918 года по Брестскому миру. Вот в этом братья по несчастью. Стоп, секундочку. А, секундочку. Вы говорите, Ленин и Троцкий, вы так... Вы ничего не попутали по поводу того, что подписывали Ленин и Троцкий? Подписывал Сокольников. Но он только подписывал. Ну, видите. А при чем тут вы упомянули Ленина и Троцкого? Они были идеологические отцы Брестского мира. Не, то, что идеология отцы, это одно. Кстати, вы в курсе... Да, да, говорите. А вы в курсе 25 октября по старому стилю 1917 года, что произошло на телеграфном агентстве между Лениным и Троцким? Не, не в курсе. Вот видите. В принципе, вы же, наверное, прекрасно понимаете, что революцию сделал Троцкий. Конечно, понимаю. За ним бы не пошел тот мир, который в 1917 году был, ну, как мы называем, миром. А Ленин, он не имел того авторитета, за которым мог бы пойти тот мир. Потому что его еще, как Ленина, никто не знал. И вот тот переломный момент и случился на Питерском телеграфе. Я даже читал эти заметки, биографические заметки, когда согласился Троцкий отдать Ленину все свои борозды правления. Хотя всю организационную работу выполнил Троцкий. Ну, безусловно, я это знаю. Мы даже в школе, как ни странно, изучали этот факт, вызывающий когнитивный диссонанс, как Ленин прибирался в кепке под видом рабочего Иванова с каким-то бумажкой, выписанным на имя рабочего Иванова в Смольный. В Смольный. Нет, он прибирался в Смольный. А сразу вопрос возникал, как он мог руководить революцию, если он только пробирался в Смольный. Понятно, что руководил Троцкий, это общеизвестно. Тогда было. Подождите, а вы так говорите, изучали в школе. А вы изучали в школе в каком государстве? В СССР я изучал, как и вы, наверное. Ну, мы с вами по возрасту соратники, согласен. Ну, а чего что-то спрашиваете? Понятно, что при СССР мы учились, да? Мы, вот у меня в истории не было таких вот, как он мог пробраться. Вот в четвертом классе мы изучали рассказы по истории. Апрельские тезисы, это были раньше, когда он приехал в опломбированном вагоне через Швейцарии, он произнес апрельские тезисы еще во времена Российской Республики. Совершенно верно. Это были апрельские тезисы. А тут мы обсуждали с вами, так сказать, что было именно во время Октябрьского переворота. Да, 25 октября. Совершенно верно. В ночь с 24 на 25 октября. Да, 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 да. Именно так. Мне с вами интересно общаться. Вы владеете тоже информацией? Ну, у меня много на канале исторических роликов. Если желаете, дам вам название. Заходите на канал. Ты же из Крыма. С Крыма, да. А Косиш под Укромовника. Ну, Крым, это же Украина. Чини, чини. В зависимости от правовой системы, в которой находитесь. Ладно, вы на какие темы беседуете? Может, у вас вопросы интересные есть? Не, ну, как вопросы? Вы откуда? Ну, он же сказал, Харьков. Друг твой определил. Ну, мало ли, что у вас там на сцене написано. Ну, как у вас дела? Мы просто так же. Ну, как тебе сказать. Одно закрыл за отсутствием состава преступления. Другое за отсутствием события. Остальные подшиваются. А у вас как дела? Ну, у нас нет дела. У нас все нормально. Ну, рад. Ничего не подшивается, ничего не сопоставлять. Ничего не заведено. Ну, рад. Рад за вас, рад за вас. Ну, кстати говоря, если хотят, они его отдали Украине, Донбасс и Харьков, если слышим. Вы представляете, какой беспредел? Ну, понятно, что беспредел, да. Я же не. Как канал, так примерно, хотя бы в двух словах. Название. Если будешь захотеть, я тебе напишу. Да, праздновать успешно, успехово. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой чей, отвечает. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали. В 1922 году. Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще. Уровень интеллекта у Миколы Руснецына, а в самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете, где с Азовского моря? 60 километров от кордона с Польщей. Ага. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумска? Вау. Сумска область межуя с Польщей? Не смеетеся? Сумска область межуя с Польщей. Сумска область межуя с Польщей. За родную Россию, как куси их рассеют, тяжело будет и с вами. Без лишнего шума узнает, кто сейчас здесь. Стримец. Зарабян, первый секретарь Армении Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского Воробьёв из Краснодара приедет завтра Ага, вот с ним и Зарабяном завтра совместно и стоим Паркафорский был Бузеем украинским угломом и ночью Пытаюсь Да, да Не надо испытывать наше терпение На любой выход У нас есть достойный ответ Вплоть до самых крайних мер И я хочу напомнить горячим головам Под оранжевыми знамёнами От Хайкова до Гиева 480 километров А до границы с Россией 40 Давай, ситрона огромная Давай, надмерный бой Ты машинской силой дёмною Зарабашивайся мой Но ты мне улица родная И в непогоду дорога